Долгожданное событие для всего Крыма. Переправа Новороссийск-Севастополь начала свою работу. Теперь, кроме Керчи, грузы могут попадать на наш полуостров и через город Герой. Первый прибывший паром встречали наши корреспонденты. По статистике, около 70% доставляемых в Крым грузов идут в Симферополь и Севастополь. Но с материковой части России на наш полуостров они все равно сначала попадают в Керчь, а только потом распределяются по республике. С точки зрения логистики и экономики, гораздо выгоднее было бы доставлять фуры по морю напрямую в город Герой. Власти Севастополя долго говорили об этом с перевозчиками. И, наконец, сюда из Новороссийска прибыл первый паром Петербург. Мы просчитали, что зачем от Керчи идти еще легковой 4 часа, где-то грузовой машине часов 6 до места назначения, когда из порта Севастополя она оказывается почти на месте по хорошей дороге. В часовой доступности. И, в общем, эту тему поняли и грузовладельцы, и судовладельцы. Мы надеемся, что это не последний паром. Это, так сказать, пилотный проект. Размер парома впечатляет. Длина свыше 190 метров позволяет вместить до сотни фур с продуктами питания, стройматериалами и другими необходимыми Крыму товарами. На первый раз Петербург доставил 84 автомобиля. Но это не предел. Оно способно перевозить значительно больше. Грузом могут служить не только машины, но и железнодорожные вагоны. То, что с российской стороны идет груз, мы это знаем. Теперь паром обратную сторону тоже не должен идти пустым. Это экономически невыгодно будет. Мы понимаем, да, по тарифам, по всему остальному. Так вот, сейчас концентрация, идут не переговоры, а идет работа, чтобы сконцентрировать грузы, которые необходимо отсюда отправить у нас на площадке. А это грузы тоже со всего Крыма получается. В основном мы делаем ставку, конечно, на Симферополь, да, и в том числе на Севастополь, на наших производителей. Вот, но в основном, основной грузопоток. Вот это будет весь Крым. Сегодня идет работа по распределению товаров для крымских городов, так как парому невыгодно приходить в Севастопольский порт и уходить из него полупустым. В планах Морпорта встречать подобные суда 10 и больше раз в месяц. Александр Губарев, Екатерина Вяткина, Алексей Михайлов. Время новостей. Севастополь.